Добрый день, друзья! Сегодня у меня салями по-домашнему. Этот рецепт подробный настолько, что новички с ним справятся. А те, кто готовил уже колбасу по моим рецептам, для них этот рецепт будет очень легким и простым. Начинаю готовить. Для приготовления этой вкуснейшей колбаски нам нужно мясо. Я использую трех видов. У меня плечевая часть, говядина и грудинка. Сейчас нам все мясо нужно с вами перекрутить на мясорубке. Грудинку можно слегка подморозить, чтобы она легко перекручивалась, хотя бы на полчаса. И затем перекручиваем все вместе. Грудинку вместе с говядиной, со свининой сразу смешиваем ее. Мясорубка у меня примерно 5-6 миллиметров. Когда я перекрутила, затем я перекручиваю еще один раз, чтобы вот эти жировые кусочки у нас были намного мельче. Вот так выглядит фарш после второго перекручивания. Сейчас подготовим смесь. Все ингредиенты вы увидите на экране и под видео в описании. Я дам на 1 килограмм. Готовлю я колбасу из 5 килограммов мяса. Удобнее для 1 килограмма рассчитаю, чтобы каждый мог для себя сделать столько, сколько необходимо. Нитритная соль обязательно в этом рецепте. Где ее купить? Покупайте ее только в интернет-магазинах или на специализированных сайтах. Приготовленный фарш, два раза перекрученный. И сейчас я добавляю сюда специи вместе с солью. И также я добавляю всегда сухое молоко. Сухое молоко можно заменить соевым протеином. Это во избежание сильного бульонного отека. Кто-то добавляет фосфаты, но я фосфаты не добавляю. И вода со льдом. Ледяная вода, чтобы фарш у нас не нагревался. И также свежий чеснок. В этот рецепт я добавила свежий чеснок. Тогда колбаска получается более ароматная. И перемешиваем. Одевайте перчатки на руки и перемешивайте, потому что руки у вас будут замерзать. У нас здесь лед. Перемешиваем приблизительно до 10 минут, чтобы фарш у нас стал липким, как бы таким тягучим. И сейчас я сразу же готовый фарш буду наполнять в оболочке. У меня специальный пресс. Я его показываю, потому что каждый раз спрашивают. Прессу моему уже 15 лет, поэтому сейчас много разных прессов. Мой уже старенький. И также нужна оболочка. У меня 47 миллиметров. Ее нужно замочить обязательно хотя бы минут на 20 в воде. Чуть теплее, чем комнатная. Ну, градусов 25-28. Насадку я смазываю растительным маслом. И одеваю оболочку. Заполняем оболочку в приготовленном фарше. Также колбаску можно наполнять обычной мясорубкой. Вам нужна насадка-трубочка, специальная для колбасы. Не обязательно покупать специализированный пресс, как у меня, чтобы наполнить колбаску. Если вы постоянно будете заниматься колбасой, тогда да, имеет смысл купить пресс. И завязываем с двух сторон. И затем проследите, чтобы не было воздуха. Где-то воздушные капельки обязательно проколите. И по центру я перевязываю палочку пополам. Сначала перекручиваю и затем провязываю, хорошенько обматываю к так же кулинарной нитью. Палочки, которые покороче, их удобнее. И хранить удобно в холодильнике, и вакуумировать удобно. Поэтому я стараюсь всегда палочки делить пополам. И так заполняем всю колбаску. Вот сейчас я колбасу отправляю в холодильник приблизительно на 24 часа. Завтра я буду коптить и готовить в духовке. Обязательно нам нужен температурный щуп, термометр. Вкалываем в центр батона и параллельно столу. Без этого термометра не рекомендую готовить колбасу. Я одну палочку ставлю в духовку и четыре в коптильне. Коптильня у меня стоит на улице. И у меня щепки яблони. Это помощник. Который колбасу не ест, но очень любопытно наблюдает. И одну палочку я готовлю в духовке. У меня верхняя маленькая духовка, вот в ней я готовлю колбаску. Также с термометром и следим до готовности. Весь температурный режим я напишу на экране под видео в описании. Как только температура достигнет готовности внутри, это от 70 до 72 градусов, нужно опустить в ледяную воду. Хотя бы минут на пять и затем хорошо промокнуть бумажным полотенцем и подвешиваем в кухне. И вот эта колбаска у меня из коптильной камеры. Я вам даю два варианта и говорю о том, что можно приготовить не только в коптильне, но и в духовке. Единственное, что будет отличаться, конечно, запаха копчения не будет, но по вкусу будет также идеальная, вкусная домашняя колбаска. Когда мы опускаем в ледяную воду, то колбаска сразу останавливает свой режим приготовления. Обычно мясо еще доготавливается, когда мы его снимаем с огня. А здесь мы сразу опускаем воду и процесс приготовления сразу же останавливается. Все, колбаска готова. Сейчас нам нужно ее на крючочках подвешивать. У меня обычно бесит в кухне. Я подвешиваю на крючочках и подключаю вентилятор. Вот так она у меня висит приблизительно 24 часа. Вентилятор я включаю периодически. Его можно переставлять с одной или с другой стороны, чтобы он обдувал равномерно. Когда колбаска посохнет, вот через 24 часа она вот так выглядит. Если хотите, чтобы она была посуше, значит, можно ее, чтобы она повисела не 24, а 36 часов или даже 48. Вот такая колбаска получается в разрезе. Она очень плотная, такая хорошо набитая, режется очень тонко. Конечно же, она очень ароматная и вкусная. Рецепт достаточно подробный, поэтому если вы никогда не готовили колбасу, приготовите по этому рецепту, она у вас обязательно получится. Если оболочка плохо снимается, ее нужно в мокрое полотенце завернуть. Хранить ее можно вакуумировать, если вы хотите подольше сохранить, месяц-два. Если при заморозке можно больше, и 4 месяца хранить, 3-4 месяца. Или в холодильнике в бумажный пакет, или просто в бумагу пекарскую заворачивайте, и храните в холодильнике. Она может храниться у вас до 2 недель в холодильнике. Вот такая вкусная домашняя колбаска с салями по-домашнему у нас получилась. Готовьте и вы с удовольствием, и приятного вам аппетита!